Всем привет! Меня зовут Владимир, я из компании Labler. И сегодня я расскажу немножко о том, как я стараюсь писать код. К сожалению, я пока пишу его так не всегда, но стремлюсь к тому, чтобы перейти на перманентную основу. Методология TDD. Разработка через тестирование. Что нам говорит Википедия? Эта техника основана на коротких итерациях, которые присвоятся к тому, что сначала пишется тест на новый функционал или на необходимые изменения, а только потом пишется, соответственно, сам код. Зачем все это нужно? Вот такая вот. Сначала тесты, код, потом рефакторинг, потом опять тесты и так до финального конца, до победы. Значит, говорят, что TDD помогает улучшить качество кода, уменьшить количество ошибок и багов в этом коде и ускорить разработку. Но, собственно, в чем сила? В чем разница между таким подходом и таким подходом? Происходит просто небольшое смещение и почему, собственно, есть различия? Дальше идет мое большое скромное мнение, потому что я не знаю, как это должно работать из теории, но я расскажу о том, как это работает у меня и почему мне это удобно и помогает. Обычный вектор мышления во время простой разработки, когда сначала разрабатывается код, потом покрывается тестами. Во время разработки кода разработчик концентрирует внимание в первую очередь на том куске кода, который он пишет, а не на всем дизайне. Если код большой, то к моменту написания он как бы устает от самого проекта, от того кода, который он писал. И самое главное, он пишет тесты, уже зная, как работает его код. То есть он знает все подводные камни и чисто подсознательно может где-то нивелировать проверки. Соответственно, небольшой пример. Он очень грубый, но может проиллюстрировать, как это происходит. Допустим, у нас есть некая функция, которая требует от пользователя ввести на сайте одно значение в форму. И для этого, допустим, при разработке изначально используется Django Forms с Synteger Field. Это целочисленное значение. Все проверки будут происходить из батарей Django. Есть простая функция View, которая проверяет это. То есть на гель-запрос она просто отдает новую форму, на пост-запрос она проверяет валидность данных и делает что-то с этими данными и отдает либо success, либо, если форма не валидная, отрисовывает вам снова шаблон формы. И вот тесты. Допустим, разработчик долго бился над кодом, он уже устал, и самое главное, начальство от него требует скорее сдать функционал в QA и перейти к следующей работе. Он делает три простейшие проверки. Сначала он запрашивает, проверяет, отдается ли нужная форма. Потом он проверяет, что форма отдается, если он посылает пустой запрос, пост. И потом он проверяет, все ли хорошо, если он передает правильное значение. Ну, вообще какое-то значение. Тут опущен очень примитивный тест, на самом деле вряд ли его кто-то в реальной жизни будет опускать, но это допущение. В примере опущен тест на проверку передачи запрос невалидного значения, если пользователь введет не цифру, а букву. В принципе, ничего страшного в этом нет, потому что Django, когда QA будет проверять этот код, даже не код, а сам функционал системы, все пройдет хорошо, потому что Django в integer field отследит, что значение целочисленное. Но могут быть в будущем следующие ситуации. Придет новый разработчик, захочет, увидит, что есть форма с одним значением, расскажет, а что я буду новую форму делать и эту переиспользую, только поменяю integer на char field, потому что мне нужно в другом месте, используя эту форму, получать и строки. Как бы он сделает изменения, запустит тесты, и тесты пройдут. Или есть такие люди, которые не любят Django формы. Не знаю почему, но суть не в этом. Он может переписать, поскольку он скажет одно поле, зачем целую форму для этого проверять, и тоже напишет простую функцию и, допустим, забудет сделать проверку на тип поля. Как бы тесты опять проходят, но в системе появляются неработоспособные элементы. Собственно, что делает TDD? Чем он может помочь? Когда мы пишем тесты до функционала, мы не отвлекаемся на детали реализации. То есть мы фактически не думаем о том, что там есть какая-то батарейка или еще что-то. Мы просто представляем себе, что нам нужно в браузере ввести некое значение, а на сервере с этим значением как-то работать. Соответственно, когда код система разрабатывается таким образом, у нас получается к моменту написания кода у нас есть более целостное представление о дизайне, собственно, самого кода, который будет, соответственно, представляя весь дизайн, получается быстрее писать код. Код этот лучше, соответственно, требует меньше рефакторинга. А потому что зачастую при написании кода могут появляться ситуации, что пишется код, потом оказывается, что какую-то его часть нужно переиспользовать, но переиспользовать ее сходу не очень удобно, требуется рефакторинг. И получается, что сам функционал еще не сделан, а уже идет рефакторинг кода. В этом нет ничего страшного, рефакторинг – штука хорошая, но если бы представление о дизайне кода в целом было еще до начала написания, этого рефакторинга можно было просто избежать. Дальше такая ситуация часто бывает, ну, бывает не часто, но бывает все-таки в нашей жизни, что меняется исполнитель. Человек начинает писать некую систему, некий код, потом его перебрасывают на другой проект, он заболевает, он увольняется, все что угодно, и кому-то нужно подхватить эту работу. Если код написан не очень хорошо, не документирован или просто еще не приобрел целостности, не всегда можно с разбегом понять, что в этом коде происходит, и не всегда ясно, что уже сделано, что нет, больше времени уходит на анализ этого кода. Если же код еще не написан, но уже есть тесты на этот код, написанные заранее, уже, собственно, просят понимать, что сделано, а что нет. Запускаем тесты и видим, какие из них проваливаются. Тесты могут выступать в качестве базовой документации, потому что видя, как используется написанный код, можно больше понять, что там происходит. Ну и, соответственно, код получается более отчуждаемый, то есть, опять, собственно, то, о чем разговор, легче передавать код в процесс разработки между разработчиками. Еще частая ситуация, когда разрабатываются некие программные интерфейсы, причем они могут быть не публичные, это могут быть внутренние какие-то интерфейсы или просто интерфейсы в коде. Когда интерфейс, сначала разрабатываются тесты для интерфейса, разработчик сразу становится потребителем этих интерфейсов. Он в первую очередь начинает думать о том, как ему будет удобно пользоваться, а не удобно их писать. Поэтому, опять-таки, когда человек сначала пишет код, он может где-то что-то опустить, какие-то дополнительные методы или документацию, потому что он как бы знает детали реализации собственного кода, но может не задуматься о том, что кто-то не поймет, как этим пользоваться быстро. И, собственно, благодаря тому, что API получается проще, ниже порог вхождения и меньше подводных камней. Очень часто бывает так, что начинаешь использоваться каким-то чужими интерфейсами, а потом оказывается, что есть недокументированный функционал, который проявляет какие-то побочные эффекты. Соответственно, тут меньше шансов. Это, естественно, TDD не избавляет от всех этих проблем, но оно уменьшает вероятность таких. И снова получается более отчуждаемый код, потому что более простой API проще использовать сторонним людям. Мотивация. Лично для меня это немаловажная вещь в работе. Это самомотивация. Конечно, всех нас мотивируют зарплатой, всех нас мотивируют удобными рабочими местами, еще как-то, но всегда есть некая будничность. И в процессе работы сначала все хорошо. Мы начинаем работать над новой функцией, над новым проектом. Это не так важно над чем. Сначала мы заряжены хорошо. Нам интересно. Большой фронт работы. Много нового впереди мы видим. Поле для экспериментов большое. И, собственно, начинается. Начинается это... Сначала мы пишем, рефакторим, покрываем какими-то тестами. Опять-таки, неизвестно... Ну, если хорошими тестами, это хорошо. Но далеко не все могут так покрывать, и далеко не все вообще пишут тесты. Поэтому дальше передается в QA. Куашники возвращают список багов. Эти нужно баги от дебажа починить. Мотивация с каждой итерацией. Это итеративный процесс. С каждой итерацией мотивация разработчика падает. Чем больше багов и таких итераций, тем быстрее разработчик, если функционал, особенно, большой и сложный, разработчик доходит до состояния, когда он делает эту работу, ну, просто чтобы отстали. Вот. Ему приходит задание, он как-нибудь впиливает косты и отстреливает обратно к вашему. На-те, тестируйте, не трогайте меня. Я не хочу этим заниматься. Соответственно, в итоге продукт получается хуже. Внешне все хорошо, но внутри большой толстый интерпрайс. То есть непонятно, что на чем едет, и как вообще по-хорошему это работает. ТДД. Мы пишем тесты на первой волне энтузиазма. То есть вот мы только зарядились этой идеей. Мы хотим сделать хороший продукт, хороший функционал. И вот тут мы начинаем писать тесты как раз. И при написании тестов мы заодно продумываем дизайн. Потом мы вроде как написали много тестов. Ну, относительно много, потому что размер итерации не должен быть слишком большим. Но мы написали какой-то объем тестов, подустали. Как бы тоже процесс не самый простой. Но, во-первых, когда мы переходим к написанию кода, у нас есть конкретная точка остановки. Это пройти все тесты. Вот ее видно. Мы знаем, сколько этих тестов. Мы видим точку, когда мы сможем остановиться. Плюс каждый пройденный тест – это маленькое, но немаловажное достижение. Вот лично для меня, мне доставляет удовольствие, когда я запускаю очередной цикл тестирования после некого года. И у меня становится минус один проваленный тест. Это просто приятно и как бы стимулирует работать дальше. Это вот эти вот мелкие будничные подогревы, как печеньки. Без них очень плохо. Ну и, соответственно, это все поддерживает положительный настрой в процессе всего проекта или всей части проекта. Стимуляция – стимулы для написания тестов после кода. Ну, по-хорошему, таких реальных стимулов нет. Это самоорганизация. Те люди, которые могут сесть и после большого куска кода, ну или просто уставшие, сесть и написать аккуратные, вдумчивые, продуманные тесты – это героические люди. Я так не могу. Я пишу тесты после кода, но тестов этих мало, намного меньше, чем у меня получается долг. И, естественно, во многих компаниях есть формальные тесты, формальные требования к тестированию. Потому что должен быть определенный уровень покрытия, иначе изменение не будет принято в код, в репозитории. Но покрытие тестами – это достаточно эфемерная вещь. Можно написать один тест, который покроет очень много, но будет покрывать только верхний уровень абстракции. Дальше есть такая методология, как приемочное тестирование с помощью ТДД. Она подразумевает, что руководитель проекта, технический руководитель, при распределении задач сам разрабатывает верхний уровень тестов, которые покрывают самый верхний слой абстракции, и только эти тесты передает в разработку. То есть помимо текстовой формулировки задач самого ТДД, разработчику уже дается базовый уровень тестов. Во-первых, для разработчика это, опять-таки, сразу видимая точка остановки. Он не может сдать продукт, пока не пройдет эти тесты. И даже разговаривать нечем. Если человек говорит, я тут сделал, достаточно спросить, тесты проходят? Он говорит, нет. Ну, как бы, нет тестов, значит, функционал не сделан. Само собой эти тесты нельзя считать полноценными, потому что задача разработчика допиливать, дополнять и, возможно, даже редактировать первоначальные тесты, но это уже точка старта, и причем не нулевая для разработчика. Соответственно, руководитель пишет тесты при постановке задач, эти тесты верхнего уровня, и очень часто разработчики, как я уже показывал, в, конечно, более сложных задачах, чем показано было в примере, могут забывать проверки на невалидные типы, на различного рода уязвимости, инъекции и так далее. Как бы, руководитель может об этом помнить сам, делать эти тесты и уже не переживать за то, что кто-то что-то забудет. Соответственно, вот здесь стоит исходить из позиции, кто кроме нас такие тесты напишет. Вот сам я еще, на самом деле, на практике это не пробовал. Я очень хочу это попробовать, но это требует моральной подготовки и времени. Но я стремлюсь к этому, честно. Ну и, собственно, вопрос, а как же тесты писать, если ничего еще нет? Когда есть код, то писать тесты... Ну, как бы, это понятно, что писать. Мы смотрим, вот у меня здесь какая-то функция, она делает то-то, пойду напишу тесты, которые что-то подадут на вход и проверят, что на выходе. А если нет, еще ничего. Если есть голая идея и установка задачи от заказчика. Основная идея в том, чтобы писать тесты слоями. Сначала идет верхний слой и потом постепенное углубление. То есть фактически точно так же, как разрабатывается сам дизайн. Просто он не только разрабатывается, а сразу еще и открывается тестами. То есть сначала мы можем покрыть тестами глобальные вещи, то есть некие вьюхи наши, причем проверять только базовые входные и выходные значения. Потом идут, как поскольку мы уже покрыли тестами саму вьюху, мы начинаем думать о том, что там внутри происходит, чтобы эти тесты прошли в будущем. Мы еще не пишем код, но мы думаем о том, что с логической точки зрения, с точки зрения дизайна там должно происходить. И, соответственно, пишем тесты на интерфейсы и да, так, все слайеры. А потом идут уже утилитарные методы, то есть мы понимаем в процессе что. А тут мне понадобится функция, которая конвертирует это в то. Как она это будет делать, я еще не знаю, но я напишу. Она должна получить на вход 1, а выдать мне 2. Все просто. Ну и, соответственно, пример. Соберем виртуальную библиотечку маленькую, в которой есть книги и читатели. Значит, читатели — это фактически просто некий идентификатор, мы не будем разбираться. Просто берем за аксиому, за входные данные, что это должен быть зарегистрированный пользователь, и воспользуемся жанровской батарейкой для простоты. Значит, читатели могут брать и сдавать книги, две функи в библиотеке. И единственное ограничение, что они могут брать не больше двух книг сразу. Все. Ну и, естественно, поскольку у нас библиотека маленькая, если кто-то одну книгу взял, кто-то другой ее взять уже не может. Все, нет книги. И вот такая у нас странная библиотека, у нас можно брать по двум критериям, по названию и автору, или по ISBN-номеру. Не знаю, правильно ли я его написал. Ну, в общем, суть. Допустим, мы в тестах имеем некие входные данные. Допустим, мы пишем фикстуру, но это не обязательно. Мы принимаем за аксиому, что у нас она какая-то такая должна быть. Просто мы перед тестами описываем, какие данные будут использоваться в этом тесте. Нет еще структуры толком, но есть данные. Соответственно, вот у нас есть два пользователя, Иван и Мария, которых мы загружаем из базы, которую, скорее всего, загрузили фикстурами. И есть у нас некие книги. Вот книги. Я здесь текстово описал. Соответственно, несколько книжек. Самый верхний слой абстракции – это человек должен получить доступ к двум страницам. Это взять книгу и вернуть книгу. Мы подразумеваем, что у нас нет никакого каталога. Все очень примитивно. Соответственно, первый же тест – это мы проверяем, получается ли у нас зареверсить абсолютные пути до наших этих двух функций, двух view. Вот первый тест. Уже кое-что. Потом, собственно, получается, что нам нужно все эти views сделать. Вот сначала мы помним, что у нас книги могут брать только авторизованные пользователи, то есть читатели, имеющие читательские билеты. Следовательно, мы просто попробуем, проверяем, что если отправить запрос на некую книжку, на получение некой книжки, не авторизовавшись, то есть базово, мы используем здесь клиент джанга тест-кейса. Ничего нового. И проверяем, что в ответе мы получили редирект на страницу авторизации. Потом мы авторизовываем этого пользователя. И еще раз пробуем взять книгу и смотрим, что да, что-то произошло нормальное, мы получили 200 статус от HTTP, то есть все прошло хорошо на этом уровне. Дальше. Дальше нужно проверить, как будут браться книги. Ну, хорошему тут стоит просто представить, что будет происходить. Когда человек вводит, авторизовался и вводит правильные идентификаторы для книги, мы должны получить некий шаблон, например, success, и в нем должна быть информация, например, об этой книге. И самое главное, у нас для этого пользователя должно считаться, что у него есть одна книга. Соответственно, мы будем брать сейчас по этому номеру ASBN. Сначала мы, естественно, авторизуемся, потом мы пытаемся получить книгу, проверяем опять на всякий случай, что ответ 200, а дальше мы используем response-контекст, проверяем, что объект книга есть в этом контексте, проверяем, что заголовок этой книги соответствует введенному идентификатору, проверяем, что шаблон удачный, ну, который соответствует успешному взятию книги, и дальше мы используем еще не существующую, но абстрактную функцию getUserBooksCount, передавая в качестве аргумента нашего пользователя и проверяем, что одна книга у человека. Ну, и смотрим, что это именно та самая книга. То есть мы берем запрошенную книгу из нашего базового словаря и сравниваем, есть ли она в списке книг пользователей. Опять-таки мы берем не существующую еще функцию, но которая явно нам понадобится, getUserBooks. Причем как она будет реализована? Мы даже сейчас не знаем, на какой базе данных все это будет строиться. Может быть, это будет NoSQL решение. Может быть, это будут просто файлы. То есть мы не знаем ничего. Об этом мы будем думать потом, когда начнем писать код. Потом мы попробуем взять еще одну книгу. Все то же самое, просто мы проверяем, что у нашего пользователя теперь две книжки, и проверяем, что обе они есть у него. Обе запрошенные книги. А теперь мы попробуем взять третью. Мы помним, что человек может взять только две книги. Соответственно, вся разница будет в том, что при обработке этого запроса книга человеку вернется, скорее всего. Потому что надо же написать, что вы не можете взять такую-то книжку. Интерфейс не может быть настолько тупым, чтобы не рассказывать пользователю, что происходит. Но он должен содержать, он должен рендриться в некий шаблон об ошибке. То есть надо человеку сказать, нарисовать некий интерфейс, о том, что извини, не может больше взять. И вывести некую ошибку. Мы взяли, хватит уже. И проверяем, что книг не прибавилось. И все. Этот уровень мы покрыли. Ну, а дальше начинаются дополнительные проверки. Значит, первое, на этом же уровне мы просто пишем тесты. Здесь я их не стал писать, потому что во многом они могут дублироваться. Мы пытаемся брать книги по заголовку и автору. Там мы прокрутались по одному идентификатору и здесь по другому. Тоже набор проверок, что все проходит правильно. Дальше мы пробуем взять книгу другим пользователям, которую кто-то уже унес. Тут нам опять нужно вывести некое сообщение. То есть логика та же, что и в случае ошибки. Возможно, другие шаблоны. Потом мы пытаемся взять книжку, которую уже сами взяли. По логике там нельзя выводить ошибку, что ее кто-то взял. Надо сказать, что вы ее уже взяли. Немножко другая логика. И последний тест. Ну, вернее, даже не последний. А именно на взятие книги на данном уровне последний тест. Это мы попробуем взять книгу, которой нет в библиотеке. Тоже надо пользователю вывести что-то меняемое. И главное, не должно быть ни ошибок, ничего. Просто красивое сообщение, книжка не найдена. И дальше такой же блок тестов про возврат книги. Мы знаем, что книги можно брать и возвращать. Возврат книги, ну, валидный возврат книги, той книги, которую мы взяли. Возврат книги, которую мы не брали, надо проверить. И возврат книги, которой нет в нашей библиотеке. Человек не туда зашел. Так, книжку принес, не нашу. Все, как бы, это верхний уровень абстракции. И его можно использовать как раз в качестве приемочных тестов. То есть дальше мы можем уже перестать думать. Если у нас есть кто-то в подчинении, мы можем взять эти тесты, взять текстовое описание и отдать в работу. Уже есть некий базис, с помощью которого человек может разбираться в задаче, и которую мы можем уже базово принимать. Но, как бы, теперь попробуем углубиться. Потому что внутри вот этих вот view, которые мы представили, должно что-то происходить. В принципе, достаточно просто представить, что там происходит сейчас. Нам понадобится некий метод для получения книги по ISBN-номеру. Поскольку мы запрашиваем эти книги по одному идентификатору. Соответственно, пишем тесты на эту функцию. Точно такая же на получение книги по автору. Причем не на получение в выдаче пользователя, а на получение из базы данных. То есть это уже более низкий уровень, дата, акция, слайд. Дальше нам нужно проверять, есть ли у пользователя некая книга. Потому что нам не всегда можно выдавать пользователю книгу. Следовательно, нам как-то нужно это определять. Значит, нам понадобится такой метод. Дальше нам может понадобиться получить все книги пользователя. Чтобы, например, проверить какую книгу он нам принес. Ту, которую брал или у него нет этой книги. Ну, не должно быть ее. Опять, поскольку мы там уже использовали функцию получения количества книг, будет некий метод для получения этого количества. И еще мы помним, что нам нельзя выдавать книгу, которую уже кто-то имеет. Значит, нам нужен тест на проверку, взял ли кто-то запрашиваемую книгу. У кого-либо, есть ли она на руках у кого-то. В принципе, все. Мы не написали еще ни одной строчки имплементации, но представляем уже практически ее всю. Не считая, надо решить какая база данных, и тогда вот эти все абстракции будут заполняться. На самом деле мы это решим, пока будем заполнять тесты. Ну, или это будет даже исходных данных. То есть в большинстве случаев вот это вот будет свозиться к кью-ресету в ORM и все. Но не всегда. Соответственно, мы получили, продумали весь дизайн нашего приложения, еще не начав его писать. У нас сразу появились функции, которые будут переиспользоваться в разных ситуациях. То есть мы еще даже не написали спагетти-код, который надо рефакторить, и уже выделили все в нужные методы. Поэтому код в итоге будет более чистый. Возможно, более быстрый. Совершенно не обязательно, но... Скорее всего, у нас будет более качественное покрытие тестами. По количеству, так и по качеству. То есть мы проверяем даже самые маленькие функции, которые, возможно, пропустили бы при написании тестов после. Получили дополнительный источник мотивации в процессе. Ну, во всяком случае, у меня так. Получили отчуждаемый код. И даже если мы начали его писать, потом не можем продолжить. Мы просто передаем это все. И человек просто запускает вот эти тесты и видит, произошло что-то хорошее или еще нет. Ну и, соответственно, поскольку мы уже многое продумали, меньше вероятность возникновения багов, особенно простых багов, каких-то неприятных. Значит, это уменьшает количество операций QA, баг, фиксел. Это быстрее позволит нам ждать проект или запустить функцию в продакшн. Ну и как бы сами мы быстрее переключимся на новую задачу, которая опять будет нам интересна. Похоже, здесь серия батарейки. У нас есть проблемы с батарейками. Спасибо и чуть-чуть саморекламы. Вот. Все медленно, но работаем к нам, в наш уютный офис, на наши диванчики, которых у нас два. Нашему дбоксу, нашему холодильнику, плюшке и нашим рабочим местам очень нужны хорошие разработчики. Мы с удовольствием приглашаем всех в гости. Все, кто заинтересовался, могут потом подойти ко мне, я расскажу подробности. Собственно, следующий слайд. Спасибо. Спасибо, Владимир. Вопросы присутствуют? Владимир, а насколько высшая скорость разработки? На самом деле, повышение чисто скорости разработки это весьма абстрактная мера, потому что, опять-таки, можно написать код очень быстро, если сразу писать код. Не написать вообще ни одного теста или написать один какой-нибудь тест, который вроде все покроет, но без деталей, и сдать намного быстрее работу. Но она вернется к вам потом, эта работа. К сожалению, никаких замеров я не производил. Ощущения чисто субъективные. Работа идет быстрее просто потому, что она идет приятнее. И меньше проблем. Иван, что хочется? Там был опущен момент, там тест конкретных функций, да? Там был опущен, там тест не напущен, не написан. Это самый главный вопрос. Функций нет, что вам ответить? Что мы это делаем? У любой функции, во-первых, можно использовать mock-объект. Это первое. Во-вторых, любая функция, она имеет некоторые входные данные и некоторые выходные данные. Ну или она модифицирует что-то глобальное. Тут вопрос комплементации. На самом деле, на тесты влияет, во многом влияет окружение, в которых они будут, ну вообще, в которых будет работать система, в частности, база данных. Например, если мы точно знаем, что мы будем использовать ORM, то, например, получение количества книг, как я уже говорил, можно свести к одному запросу в Django ORM. Это user, books, count. Всё. И не требуется абстрактная функция. Вот в этом три вопроса. У нас нет ещё модели user. У нас нет ещё... Правильно. Мы запускаем тесты, они проваливаются. Мы закончили написание тестов. Они фейлятся. Потому что там вызываются функции, он вообще говорит, стоп. Да. Мы получаем импорт и ROR. И это значит, первый наш шаг пойти и сделать такую функцию. Это уже начинается имплементация. То есть, например, на C++ там... Я рассказываю здесь про Django. К сожалению, я давно не работаю с C. С компилированным языком мы не сможем скомпилировать. Это неправильно. Но там мы можем сделать заглушки, которые принимают абстрактное количество аргументов, или нужное даже, и выдают ничего. Фейлят тесты, соответственно. То есть тут, естественно, зависит от платформы, которая разрабатывается. Но сам факт, что это пустышки. Они ничего не делают. Потому что мы ещё даже не думаем о том, как они это будут делать. Мы думаем о том, что они берут и что они нам возвращают. Всё. Как вы проверяете качество написания своих тестов? А ошибки своих тестов? Ну, это... Как вы можете проверить, не запуская ничего, что они действительно покрывают? Они ещё ничего не покрывают. Ведь кода нет. Просто вся соль в том, что, написав тесты, я начну писать код. Поскольку я уже знаю, что этот код должен вернуть мне, я буду писать его максимально компактно, чтобы он поскорее это вернул. И, соответственно, само собой, в процессе разработки могут всплыть новые утилитарные функции какие-то, которых я не предусмотрел. Тогда я просто иду и дописываю тест на новую функцию, прежде чем её ввести. То есть тесты ещё будут эволюционировать в процессе. Никуда не нужно. Немножко так вот. Даже просто какая-нибудь синтаксическая ошибка. Ну, синтаксические ошибки за мной проверяет ID. Плюс, на самом деле, если у меня будет логическая ошибка в самих тестах, это проблема. Есть такая, ну, не знаю, шутка-не шутка, что хорошо бы тесты покрывать тестами. Вот. Но это процесс бесконечный. Тут, на самом деле, могут помочь другие методологии из экстремального программирования. Например, парное программирование. Мы тоже этим балуемся иногда на работе. Очень забавная вещь. Вот. Ну, как бы про неё отдельно. Без лишних потом. Конечно, идеала нет. На самом деле, TDD – это не палацея. Она даже… Не во всех ситуациях вообще её можно использовать. Легко могут быть ситуации, например, когда несколько команд работают над одним функционалом. Если каждый из них будет писать собственные TDD, ну, предварительные тесты, и создавать собственные мог-объекты на будущее, при том они просто не смогут всё это свести. То есть будет несколько разных представлений о будущем функционале. То есть тут TDD не подходит. Как бы это не идеал, но она может помочь именно самим кодом. Да, ошибки в самих тестах – это ошибки в тестах. Просто тут больше шансов выявить их на ранних этапах, потому что, когда вы будете писать код, вы дополнительно будете проверять свои тесты. И если вы пишете код, и видите, что, а почему же не проходит тест, если тест по каким-то причинам не прошёл, и ошибка не в имплементации, а ошибка в самом тесте, вы как бы тоже разберётесь. То есть в тот момент, что написал тест, и тест будет проходить. Но на самом деле он проходит где-то и неправильно в коде. Да, да. Вот, собственно, на самом деле TDD снижает эту вероятность, потому что такие случаи чаще происходят. Она не избавляет от этой ситуации. Это вопрос качества тестов и, опять-таки, навыков и самоорганизации. Но, как я попытался показать в первом примере с кодом, если мы сначала написали код, который использует какие-нибудь батарейки, какую-нибудь магию, мы можем просто банально забыть проверить некоторые вещи, которые покрываются этими батарейками. И у нас все тесты проходят. Коа проверяет, всё работает. А потом приходит новый разработчик, молодой, и говорит, джанго-форма ерунда. Для одного поля они не нужны. Вот, я воткну сюда проверку просто поля значения в пост переменных, и всё будет хорошо. Он втыкает, забывает проверить на то, что это integer, запускает тесты, всё проходит. Как бы отправляет в Коа, Коашники проверяют. В Коа тоже люди, тоже помнят, что всегда там всё было нормально. Вводят только сам факт, что вот пустую форму отправил, всё, ошибка. Ввёл значение, которое где-то в другой логике проверяется, например, несуществующий идентификатор. Всё работает. Буклы не стал вводить, пошёл писать, проверять другие вещи и кофе. Как бы всё, и всё это ушло в продакшен. Ну, от этого никуда не деться. А это ещё давно вообще? Нет. Я пытался пробовать это год назад. Я как сел, так и слез. Потому что тут требуется действительно самоорганизация. Ну, другого порядка. На самом деле, написать тесты после тоже нужно собраться. А тут нужно собраться и написать тесты до. Но просто, когда я наконец, ну так скажем, подошёл к мысли о том, как это делать. То есть тут самое сложное как раз прийти к тому, как протестировать то, чего нет. Вот. Как выкрутить педали на ещё не нарисованном велосипеде. Но это возможно. Это возможно как раз переходом от больших кусков, от абстракций к частности. Вот, когда я это понял, примерно полгода назад я начал активно это использовать. И сейчас практически весь новый функционал я стараюсь не сочетать. А не было ли таких проблем? Давай последний. Не было ли такой проблемы, что всё, те написали, все тесты. И вдруг пошли на реалитуру и поняли, блин, нет. Надо не так это распределить. Это вообще надо вот так выделить. Короче говоря, совершенно другой набор функций. Такое бывало, но не в момент, когда я переходил уже к комплиментации, а где-то в середине теста. Я понимал, что выбрал неправильный вектор. Например, были ошибки с выбором базы данных. То есть сначала я начинал писать под SQL. Потом понимал, что в процессе как раз именно после того, как описал частность, написал тесты для больших абстракций, начал писать для тестов, тесты для конкретных вещей. Я же всё время при этом думаю о том, как это будет работать. То есть не о коде, который будет это делать, а о том, как сама функция будет работать, сами функции и вся система в целом. И вот я могу в этот момент понять, что... И, собственно, так уже было. Я понимал, что выбрал неправильное направление. Приходилось выкинуть часть тестов. Но не все, потому что тесты верхнего уровня, им всё равно какая база данных. Они проверяют работоспособность самой ViewFit или функции API. Ну, до имплементации и переделыванию всего уже после начала имплементации и так я не попадал. Ну что, спасибо. Спасибо, Ваня.